Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалии на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. Призывная кампания в разгаре. Однако эпидемиологическая ситуация пока такова, что правила явки и нахождения в зданиях военного комиссариата изменены. Об особенностях расскажет Ангелина Борисова. Строгость по всем правилам. При входе в призывной пункт каждому проверяют температуру и обрабатывают руки антисептиком, после чего призывник встает на ткань, которая пропитана дезинфицирующим средством для обеззараживания обуви. Масочный режим и дистанция в полтора метра также обязательны условия. Поэтому в очереди на прием документов не более трех человек. Необходимое количество по плану задания около 220 человек нам поставлено призвать. На настоящий момент прошло 331 человек медицинское обследование. Из них в настоящий момент призвано только 32 человека. Большинство из них – те ребята, которым еще предоставлена срочка для окончания среднеспециального образования. Это техникумы колледжи до 20-25 июня. Специалисты-водители категории С и топливомаслозаправщики также будут проходить комиссию для службы в армии. Впервые призыв проходит с такой осторожностью. По прибытию в распределительный пункт у каждого новобранца возьмут пробы на наличие коронавирусной инфекции. В случае положительного результата теста – немедленная изоляция. Вангардский график работы призывного пункта остался прежним – с 8 до 17 часов. В выходные дни работа осуществляется только при отправке эшелонов. Отправка будет осуществляться с соблюдением всех противоэкономических мер. Автобусы, которые будут направлены к нам, проходят специальную дезинфекцию. Естественно, будет соблюдаться социальная дистанция, расстояние 1,5-2 метра между призывниками. Все призывники на момент убытия отсюда будут также обеспечены новыми масками. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Подделка или нет? В нескольких магазинах Ангарска реализуют некачественные табачные изделия. В этом уверены некоторые горожане. В вопросе разбирались журналисты. Другой вкус табака – затемненный цвет фильтра, желтоватый оттенок самой пачки. Именно так описали купленные накануне сигареты известной торговой марки несколько ангарчан. Мужчины предполагают, что приобрели поделку. Так это или нет, возможно выяснить только с помощью дорогостоящего химического анализа. Сотрудники научного специализированного центра экспертизы исследований Альфа также пояснили, что за отсутствием подлинного образца объективную оценку дать невозможно. В первую очередь при покупке сигарет потребителю стоит обращать внимание на акцизную марку. Она должна быть ровно наклеена и иметь защитные элементы. Проще всего это определить по цветопеременному элементу прямоугольной формы в количестве двух штук, нанесенного поверх текста табак, который трижды продублирован и находится в центре марки. Для покупателя очень сложно на самом деле, не имея какого-то образца сравнить вот эти цвета, они очень сильно совпадают на самом деле. Внутри пачки не должно быть перевернутых сигарет кверх ногами, то есть они все должны стоять фильтром наверх. И при склейке самой сигареты с фильтровальным элементом не должно быть вот этих заломов и складок. Сложнее всего подделать нестандартные сигареты. К ним относятся короткие, компакт, а также сигареты с капсулами. С начала этого года в России работает национальная система цифровой маркировки «Честный знак». Ее основная задача – гарантия подлинности продукции. Правда, мобильное приложение еще требует доработки. По данным Интерфакса, доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%. Подделываются в основном сигареты наиболее авторитетных марок. Ведь стоят такие изделия недешево, что обеспечивает мошенникам хорошую прибыль. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости, 360 Ангарс. Несмотря на распространение коронавируса, в Ангарске продолжается строительство. В частности, в 22-м микрорайоне иркутская компания возводит детский сад. Началась и подготовка к реконструкции улицы Оречкина. Около техникума питания кипит работа. Уже в этом году здесь обещают открыть детский сад на 220 мест. Его возведение началось в позапрошлом году. Позже понадобилась доработка проекта с учетом новых требований. Все расходы застройщик осуществляет за собственные средства. Объект входит в областную программу развития образования. Также продолжается благоустройство сквера вдоль улицы Оречкина. В проекте прописаны пешеходные дорожки, спортивная площадка, детский игровой комплекс. Саму Оречкина в этом году отремонтируют капитально. Она попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». А в сквере Аистенок уже к 12 мая должны построить так называемый плоскостный фонтан. Все подготовительные работы были начаты прошлой осенью. Это будет аналог объекта за Дворцом ветеранов, только масштабнее. Ангелина Борисова, Альберт Домни, Новости 360, Ангарск. В Ангарском округе завершается посевная кампания. Отметим, хотя территория не считается лидером Прибайкалия в этом направлении, но единственная, которая вступила в нее на 100% обеспеченная кондиционными семенами. Пусть округ не самый крупный в Иркутской области, но своих сельхозпредприятий и фермеров хватает. Весенние полевые работы продолжаются. Благодаря теплой весне почва для посева была подготовлена заранее. Семенного материала достаточно. Сообщается, что Ангарск в этом году стал единственной территорией, которая вступила в посевную на 100% обеспеченной кондиционными семенами. Всего в районе под посев имеется 2150 гектаров. По словам сельхозпроизводителей, в Прибайкале осуществляется оказание несвязанной поддержки в области растеневодства. Также фермеры просят, чтобы субсидии им выплачивали в более ранние сроки. Ангелина Борисова, Альберт Домни, Новости 360, Ангарск. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. А на сайте ангарск360.ру, кроме наших новостей, найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания. Но не переключайтесь, далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкале. Для выполнения работ для «Газпрома» требуются слесари по сборке оборудования, сварщики, токари. Телефон 661-797. Требуется бригада плотников-бетонщиков с опытом. Телефон 8-952-612-28-33. В АО «Труд» требуются водители, машинисты катка, краноманипулятора, дорожные мастера, лаборанты, специалисты ПТО. Телефон в Иркутске 419-420, 8-924-704-1620 и 8-924-617-04. По вакансии расклейщика объявлений требуются ответственные дисциплинированные люди обращаться по адресу 177-й квартал, дом 6 или по телефону 612-612. Уважаемые ангарчане, телеканалу 360 «Ангарск» требуется на постоянную работу менеджер по рекламе с высшим образованием и знанием офисных программ. А также требуются рекламные агенты, возможно, без опыта, но с желанием работать и зарабатывать. Всем кандидатам резюме отправляют на электронную почту. Реклама – собакаангарск360.ру Каждый из нас хоть раз в жизни с лихостью бил по мячу, плавал, бегал, катался на коньках и велосипеде, ходил в походы, а значит, соприкасался с физической культурой и спортом. Программа «Мигзона» станет вашим гидом в мире спорта. Расскажет о героях и событиях, познакомит с фактами и рекордами. Смотрите нас на телеканале 360 «Ангарск» и для вас откроется новый мир драйва, экстрима, славных побед, страстей и восторгов. «Мигзона» – ваш спутник в мире спорта. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. if Сынок, ну ты представляешь, я задала телефон в полипеднике, но девушка мне его отдала, вернула. Не переживай. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать? Или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело. Сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. Прекрасно помню момент, когда мой врач познакомил нас. Тогда я и подумать не мог, что придется провести остаток жизни с ним. Сначала не обращал внимания, но он напоминал о себе все сильнее. В какой-то момент моя жизнь стала невыносимой. Алло, ну ты куда? Я забыл про друзей, работу, увлечения. Он не давал мне покоя даже во сне. Я начал терять смысл жизни. Бывает, даже заклятые враги становятся друзьями. Если хорошо их узнать. Он стал моим личным диетологом, личным тренером. Набравшись смелости, я рассказал о нем близким. И даже самым близким. Ну а что мне скрывать? Ведь он часть моей жизни. И она продолжается. Качество жизни зависит от умения управлять диабетом. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 26 мая пасмурно. В обед температура воздуха составит плюс 20 градусов. В темное время до плюс 9. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем плюс 16 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 9. Ветер юго-западный 5,11 метров в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник облачно, в обед 25 градусов выше нуля. Ночью метеорологи обещают до плюс 13. Ветер юго-западный 5,10 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры создавал DimaTorzok